Эти вина стали игристыми в резервуаре. Мы сейчас спустились на 7 этажей вниз. Тремюаж, дегоржаж. Кто не рискует, тот не пьет. Сегодня будем говорить о прекрасном, об игристых винах, о зектах, как их называют в Германии. И вообще, казалось бы, странно, почему мы говорим об игристом в Германии. Ведь Франция с ее шампанией и другими игристами в мире считаются лидером. Но, это может быть не так очевидно, но факт, немцы очень любят игристые. Немцы много игристого производят. И немцы очень много игристого выпивают. Если посчитать все игристые, которые в мире производятся в разных странах, разных видов, то 17% из всех этих игристых вин выпивается в Германии. Существенное количество. Вообще, немцы выпивают в год более 400 миллионов литров игристого в Германии потребляется. И это очень большая цифра. При этом немцы производят игристые, около 350 миллионов литров. Продают их на экспорт, пьют их у себя в стране. И завозят игристые из разных стран. То есть, Германия это рынок, на котором мечтают продавать свои вина все производители игристого из разных стран. И, конечно же, здесь самое время, в общем-то, самое место разговаривать об игристых винах. История немецкого производства игристых вин начинается еще в 19 веке. Тогда уже появились первые производители. Вообще интересно, что в 19 веке возникла такая большая волна интереса. И в 1902 году был введен императором налог на игристые вина. И до 1970-х годов даже производство игристых вин было сконцентрировано в основном у крупных производителей. И только после 70-х годов появилось гораздо большее количество. И появились разные стили. И появилось много маленьких производителей. Ну, а мы сейчас находимся в историческом месте, в котором очень понятна история вообще возникновения немецких зектов. Потому что мы находимся в штаб-квартире компании Henkel. Один из самых известных в мире брендов игристого вина из Германии. Основатель компании, его звали Адам Henkel. И его портрет вот там вот висит справа на лестнице, наверху. То есть это был первый представитель семьи, который, влюбившись в игристые вина, попутешествовав по Франции, поняв технологию производства, начал делать их здесь, в Германии. И уже потом его внук впоследствии построил вот это вот прекрасное место. Построил прекрасный, не знаю, мне трудно сказать, это штаб-квартира. Проще сказать, это дворец прям практически. Он красив и снаружи, и внутри. Он находится в Висбадене. Тогда это был пригород Висбадена. Сейчас город Висбаден очень сильно разросся. И сейчас мы находимся практически в двух шагах от центра города. Игорь Стивина в Германии – это очень разнообразное такое явление. Можно увидеть их в совершенно разных стилях и совершенно разного уровня качества, произведенные разными производителями. И мне кажется, что очень важная характеристика Германии – это такая высокотехнологичная сторона жизни этой страны. И эта высокотехнологичность очень хорошо соединяется с любовью к вину. И это мы видим на данном предприятии. Мы находимся на производстве в мощностях компании Henkel. Здесь то, что мы видим у меня за спиной, это линия розлива, в которой производится разлив по бутылкам игристых вин. Эти вина стали игристыми в резервуаре. То есть это так называемый tank method или метод шарма, когда вторичное брожение вина проходит не в бутылке, а проходит в большом резервуаре. Почему нам это важно знать? Здесь, например, в хозяйстве Henkel производится и вина, которые делаются классическим методом, и вина, которые делаются резервуарным методом. Но вина, которые делаются резервуарным методом, их производит всегда гораздо больше. И этому есть объяснение. Во-первых, конечно, такая технология позволяет производить вино быстрее. Если вы делаете классическим методом, то это трудно. В каждой бутылке проходит ферментация. Из бутылки нужно налить осадок, сделать ремюаж, дегоржаж. В бутылке происходит выдержка на осадке. Когда мы делаем ферментацию в резервуаре, в резервуаре 100 тысяч литров вина сразу же становится игристыми. Мы получаем резервуар, в итоге, в котором прошла вторичная ферментация, оно стало игристым. Прямо в резервуаре проходит фильтрация вина, то есть удаление осадка. И после этого из резервуара уже идет розлив. И потом из этого резервуара, из 100 тысяч литров, вот на этой линии розлива будет розлито сразу же 140 тысяч бутылок игристого вина. И это другое совершенно мастерство, другой уровень игристого вина. Во-первых, стиль. Если мы делаем вино игристое резервуарным методом, у нас нету контакта, такой большой площадь соприкосновения вина с дрожжевым осадком. Нету долгого периода выдержки вина на осадке. Хорошо это или плохо? И не да, и не нет. Не да, и не нет. Потому что, с одной стороны, ароматика дрожжевого осадка, она, конечно, очень яркая, интересная и очень ценится гурманами. Но в то же время вино, сделанное по классической технологии, оно требует определенного уровня подготовки. Чтобы любить вино, сделанное по классическому методу, нужно любить ароматику выдержки на осадке. Сюда по этой линии поступают сначала пустые бутылки. Они моются, споласкиваются, высушиваются. Дальше в них происходит розлив игристого вина. Причем технология позволяет не терять углекислый газ при розливе. А потом тут же укупоривается пробками. Пробки поступают также по трубочке. Пробка, она обычной цилиндрической формы изначально. Потом ее сжимает машина, запихивает горлышко бутылки, и верхняя часть раскрывается. И это становится похоже на грибочек. И здесь же стоит работник, который проверяет, чтобы не было брака. Если у какой-то бутылки пробка зашла не полностью, или есть какой-то дефект бутылки, либо еще что-то, это сразу же отбраковывается. Все, друзья, мы на производстве. Я надеюсь, нам не помешает шум. Но здесь потрясающе интересно. Вот здесь вот такой большой цех. Казалось бы, да, слово такое – цех. Но мы непременно понимаем, что мы на видном производстве. Здесь есть еще одна линия розлива, где также происходит розлив. Но конкретно здесь еще есть интересная прямо внизу машина, которая здесь надевает на бутылки мюзле. Мюзле – это железная проволока, которая удерживает пробку. А потом вот здесь у нас видны такие, как будто черные стаканчики одноразы. Это не стаканчики. Это то, что наденется сверху капсула на горлышко бутылки. Она будет защищать горлышко бутылки. Здесь она надевается. Потом вот здесь вот начинает крутиться машина. И эта машина нас спрессовывает эту капсу. Сначала она выглядит, как стаканчик. Стаканчик надевается на горлышко, а потом машина спрессовывает ее. Но еще очень интересно. Посмотрите на табло. На табло есть информация, сколько бутылок было разлито за сегодня. К вечеру эта цифра обнулится. Вот на сегодня мы видим, что уже 30 тысяч, 300 бутылок, 310, 312, 315 раз и так далее было разлито на данный момент. Очень масштабное производство. Мы находимся в историческом погребе. Сейчас спустились на 7 этажей вниз. Были наверху там, где линия розлива. А сейчас мы на 7 этажей спустились вниз. И сейчас эти бочки уже пустые. Но когда хозяйство переехало сюда, когда здание было построено в 1909 году, этот погреб использовался. И здесь очень хорошо понятна вообще структура производства игристых вин. Потому что для игристого вина нам характерно смешивать вина с разных участков. То есть каждый год для того, чтобы игристое вино было одинаковым, нам нужно мастерски подойти к этому вопросу. Как можно производить сильный бренд? Сильный бренд возможен только в том случае, если у вас из года в год одинаковый вкус, который нравится вашим клиентам. Соответственно, для этого вам нужно иметь контракты, либо виноградники иметь в разных участках, либо если у вас где-то нет своих виноградников, иметь контракты с виноделами. Для того, чтобы вы могли смешивать ежегодно вина в разных участках. Вот здесь, в этих бочках были вина из разных участков, из разных сортов винограда, иногда даже разных годов урожая. Потому что на игристом вине мы крайне редко увидим год урожая на этикетке. Почему? Потому что мы можем добавлять вина резервные предыдущих годов, для того, чтобы добавить сложности, комплексности, многогранности, аромату. Очень важный момент, в котором стоит разбираться всем любителям игристого, это уровень сахара в вине. Потому что иногда этикетка игристого вина не способствует легкому распознаванию. Почему я так говорю? Потому что, например, вот здесь бренд, у нас написано Henkel Trocken. Для нормального человека, который, скажем так, не из зимного мира, Trocken означает сухое, здесь еще и внизу написано, также у нас Dry или Sec. И, в общем-то, нам кажется, ну да, это будет сухое вино. На самом деле, это вино, в котором содержание сахара выше, чем в вине-брюд. Дело в том, что когда удаляется дрожжевой осадок, осадок улетает, у нас остается нехватка вина в бутылке, мы удаливаем. И мы удаливаем вино с небольшим количеством сахара. В зависимости от того, какое количество сахара мы добавили, такая будет надпись на этикетке. Например, надпись Brute говорит нам о том, что здесь до 12 граммов сахара на литр. Это очень мало, но это помогает немноженько сбалансировать, чуть-чуть сбалансировать кислотность яркую игристого вина. А вот когда у нас есть категория Dry или Sec, или Trocken, здесь от 17 до 32 градусов, от 17 до 32 граммов сахара на литр. И это гораздо более сладкая категория, и она еще более яркая, еще более фруктовая. Но если вы хотите купить сухое по вкусу игристое, сухое по вкусу зект, то вам нужно искать надпись Brute на этикетке. Или есть вообще вариант, на котором написано Brute Nature, в который вообще не добавляется сахара нисколько. То есть для себя лучше эту классификацию знать. Когда мы говорим о немецком рислинге, если мы посмотрим немножко глубже в этот вопрос, то мы увидим, что можно найти два таких больших направления. Одно направление – это семейные винодельческие хозяйства, которые работают с акцентом на тервуар, с акцентом на определенные стили, работают для ценителей. Их вина мы найдем в ресторанах, в специализированных винных магазинах по всему миру. Другим же направлением будет крупное производство, такое, чтобы суметь познакомить со стилем немецкого игристого широкий круг потребителей во всем мире и посетителей магазинов в том числе. И мы как раз приехали в такое интересное хозяйство, называется Weingutbart. Это хозяйство очень высокого уровня, семейное хозяйство в третьем поколении, делающее зекты. И это отличное место для того, чтобы познакомиться как раз с тервуарной концепцией. Тервуар – это очень важное понятие для любого практически винодела, потому что тервуар – это концепция всего, что влияет на вино на винограднике. Это экспозиция. Вот здесь, например, мы стоим, смотрим на реку, от реки отражается солнечный свет. И это дополнительно помогает винограду получать энергию солнца, дополнительно помогает винограду вызревать. Это то, что склон пологий, в дождливый год влага не будет здесь задерживаться. Это то, что здесь почва бедная, которая заставляет виноград еще больше работать. Мы попали в святая святых любого хозяйства, винный погреб. Здесь сейчас еще идет ферментация, поэтому здесь тепло, и очень милые звуки издаются бурлящего вина. Что мы видим здесь? Это маленькие чаны для ферментации. То есть здесь проходит первичная ферментация. То есть виноград, который собран с участков, здесь становится вином. Если мы на машине времени переместимся лет на 200 назад, то мы увидим, что самая главная и практически безальтернативная емкость для брожения вина – это была дубовая бочка. Позже, уже в 20-м столетии, виноделам на помощь пришла наука, техника, и появились емкости из нержавеющей стали, и многие стали делать ферментацию в нержавеющей стали, и стиль вина, конечно, немножко изменился. И на сегодняшний день, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что для большинства игристых вин ферментация базового вина проходит в емкости из нержавеющей стали, потому что мы хотим сохранить яркость, легкость, свежесть вина. Но, тем не менее, до сих пор есть знаковые производители, которые либо часть вина своего, либо, может быть, даже все свое вино выбраживают, базовое вино для своих игристых будущих выбраживают в бочках. И то хозяйство, в котором мы находим сейчас, особо интересно, потому что у них есть емкости из нержавеющей стали, и бочки, и более того, бочки даже разных видов. Вот здесь вот такая традиционная бочка, что мне интересно, она большая, вот эта 1200 литров, она старая, ей больше 50 лет, то есть она не будет давать вину яркий аромат ванили, но она будет помогать вину немножечко развиться, слиться, эволюционировать, и вино будет чуть более полнотелым. Таким образом, мы будем достигать дополнительно новых характеристик для кювен. Итак, как производится игристое вино? Ну, конечно, для такого винодела, для семейного винодельческого хозяйства, оно рождается, в первую очередь, на винограднике, где мы были, и дальше виноград поступает на винодельню, производится первое брожение, когда виноградный сок становится, собственно, тихим вином, и здесь есть варианты, можно сделать брожение в дубовой бочке, можно сделать нержавеющей стали, бочка может быть разного размера, но потом наступает очень важный момент, когда винодел делает кюве, он смешивает виноград, смешивает вино, сделанное в разных емкостях, для того, чтобы добиться стабильности того же стиля, что и в прошлом году, либо подчеркнуть какие-то характеристики. Дальше вино заливается в бутылки, туда добавляются дрожжи и сахар, и в бутылке начнется вторичная ферментация. И в этот момент бутылка укупоривается пробкой, такой же, какой мы видим на бутылке с лимонадом, на бутылке с кока-колой. Вот, например, я сейчас очень аккуратно возьму бутылку. О, какая она классная! И вот здесь видно, что бутылка лежит у нас горизонтально в погребе, укупорена она пробкой, вот такой вот, надеюсь, хорошо видно. И через 6-8 недель, после того, как она полежала в погребе, ферментация там закончилась. В бутылке образовалось нужное количество газа и давление там выше 3 атмосфер. Но дальше виноделы не торопятся удалять этот осадок. Они выдерживают, и выдержка на дрожжевом осадке дает вину очень ценные и важные характеристики. Вино приобретает ароматы бисквита, ароматы хлебной корочки, даже ореховые ароматы. Это то, что всегда заставляет нас прям расплываться в дни, когда мы вдыхаем аромат. Игристово сделано по классической технологии. Вот здесь происходит важный процесс, который называется ремюажем. Это франтузское слово. Это процесс, в результате которого мы перемещаем осадок к горлышку бутылки. Мы видели, что когда бутылка выдерживается в погребе на осадке, она лежит горизонтально, выдерживается на осадке, но после нам нужно перевернуть бутылку так, чтобы осадок был возле горлышка, и этот осадок удалить. Если мы сделаем это резко, то осадок не до конца удалится из бутылки, потому что он липкий, и на стенках бутылки останется некрасивый рисунок, и плюс еще осадки дрожжей будут, поэтому все делается вручную. Есть хозяйства, у которых этот процесс автоматизирован, но здесь, в этом маленьком семейном хозяйстве, все делается вручную, и Марк нам показал, как это происходит. И здесь на каждой бутылке есть такое небольшое, как что-то вроде насечка, да, тут маркером отмечено, в каком положении бутылка, да, для того, чтобы было удобнее ее повернуть. И примерно за 21 день у нас бутылка примет полностью положение донышком кверху, горлышком вниз, и дальше мы будем готовы к следующему этапу, к этапу удаления осадка из горлышка. По итогам процесса ремюажа, по итогам процесса перемещения осадка к горлышку, бутылки у нас будут находиться вот в таком положении, где осадок здесь, возле горлышка бутылки. Здесь в хозяйстве Барт перед удалением осадки его не замораживают. Это зависит вообще от конфигурации машины для удаления осадка. Здесь такой полуавтоматический способ, то есть бутылка перемещается вот сюда очень аккуратно, она вставляется вот сюда, здесь получается, с нее будет сниматься пробка, после этого, когда пробка снята, она будет перемещаться вот сюда, в следующую часть, и здесь в следующей части будет происходить дозаж. Ну а дальше, вот здесь, когда будет уже долив завершен, бутылка попадет сюда, здесь наклеится этикетка, сюда будет вставлена пробка здесь, в нее, а здесь будет мюзле накручено. И таким образом мы получаем вино уже готовое к тому, чтобы на него наклеили этикетку, и через какое-то время оно может поступить уже в продажу. Мне очень нравится одна из версий, происхождение выражения «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Она становится очень понятна, когда мы приходим в погреб, где производится вина по классической технологии игристые. Первые шампанские вина, когда только начали их делать, качество было нестабильным, виноделы еще не владели технологией полностью, поэтому многие бутылки взрывались. Представляете себе, вы заходите в погреб, где бутылки лежат вот так вот горизонтально, и у них отрываются, вырываются горлышки, отлетают пробки, отлетают донышки, отлетают донья, простите, отлетают какие-то части, то есть это фактически было рискованно, и в погреб заходили в железных масках. И вот одна из версий происхождения этого выражения «Кто не рискует спуститься в погреб, где бутылки взрываются, тот не пьет шампанского, а кто рискует, тот пьет». Мы рискнули, поэтому мы заслужим сегодня дегустацию. Ну, надо, конечно, сказать, что сегодня риск практически уже сведен к нулю, потому что технология отточена, известна, усовершенствована, и бутылки взрываются крайне редко. Как употребляют зекты? Собственно, как и любое другое игристое вино, нам помнить нужно про температуру подачи, потому что игристое вино мы пьем, пожалуй, самыми охлажденными в сравнении с другими типами вин. Вы не ошибетесь, если охладите вино до 6 градусов. В общем-то, когда вы наливаете в бокал небольшое количество, оно быстро достигнет комнатной температуры. Поэтому держите бутылку в холодильнике, либо в ведре со льдом, доливайте по чуть-чуть и наслаждайтесь. Температура очень важна, потому что у игристых вин наиболее тонкая, наиболее утонченная ароматика, и важно не потерять ее, нагрев вино, потому что если мы будем его нагревать, то, естественно, мы будем терять тонкие ароматы, и мы, может, даже будем больше чувствовать спиртуозность вина. В общем-то, нужно создать вину ситуацию успеха. Бокал. Бокал крайне важен. Вот так выглядит привычный нам традиционный бокал для игристого. На сегодняшний день многие предпочитают, я, в общем-то, в их числе, многие предпочитают бокал для белого вина. У него больше чаша. Из маленького бокала нам нравится и красиво наблюдать за игрой пузырьков, но в большом бокале мы гораздо ярче ощущаем ароматику. Там больше места, чтобы ароматы сконцентрировались. Поэтому, если вы хотите развивать свой нос, хотите развивать чувствительность к ароматам, выбирайте бокал очень большего размера. Конечно, это не должен быть огромный бокал. Нет, оно в нем потеряется. Вот такой бокал самый оптимальный по размеру. Когда их пьют? Ну, вот если мы говорим про наиболее легкий вариант зекта, это может быть аперитив. Когда к нам пришли друзья, мы еще не стали готовить еду, не поставили еще горячее в духовку или стейк не поставили жариться и так далее. Мы все еще постепенно собираемся. Мы наливаем такой легкий элегантный зект, вбиваем, общаемся. Он создает нам настроение и вызывает аппетит. Но когда мы начали уже подавать горячее, нам нужно более серьезное блюдо. И да, с игристыми можно есть горячее блюдо. Это не только аперитив. Игристые вроде такого, который у меня в руке, когда это отдельный виноградник, когда это 5 лет выдержки на осадке, максимальная концентрация, они прекрасно подходят к более сложной и комплексной еде. Ну и что еще очень важно, когда мы держим бокал, мы держим его за ножку для того, чтобы вино не нагревалось. И когда мы чокаемся, мы обязательно смотрим в глаза тому, с кем мы чокаемся. Это очень важно, если вы в Германии, ну и не только в Германии, еще в ряд других стран. Есть очень много шуток и много поверье, почему и что с вами случится, если вы не будете смотреть в глаза тому человеку, с которым вы чокаетесь. Поэтому просто и после этого можем смело убивать.